Девушки отдыхают Главный человек, который в публике у всех звезд Я знаю его много лет И в этом году очередной раз он в зависимости от этого пространства Ну, мы делаем свое дело Кто-то же ему должен делать Поэтому впереди четыре Мне объясняли пару самых жених Поболкаем Да Когда ты первый раз концерт организовал в Дубае Помнишь эту дату вообще? Это было в 2004 году И это было, кстати, вот на этой площадке Так вот она, площадка, да? Да Это был рождественский вечер Совместно вместе с отелем Мы придумали, что пора русскоязычную публику развлечь Не только в лобе А есть мать мущая просто Я приехала, ну, кругом русские Кругом русские Как говорят, Дубай сейчас резервная копия Москвы Может быть, и мы с тобой дуэтом выступим Да? Почему так жесток снег Заметает твои следы В этом году, конечно, сцены поменьше Ну и площадка поменьше Потому что там реконструкция идет На основной площадке Мы не стали рисковать Там еще не закончено И мы решили в этом году сделать его поменьше Но поэлитнее, скажем так Поделись секретом Кто самый дорогой артист паруса? Ну, тут, наверное... Ты же знаешь, я журналист, мне надо Не трудно догадаться, что Ленинград, Киркоров Это самые дорогие артисты Видите? Аппаратура не хочет... А кто самый веселый артист фестиваля? Или с кем больше всего было каких-то проблем От которых шла кругом вообще голова Но ты был очень доволен результатом Ну, не знаю, наверняка все помнят Выходку Моргенштерна в прошлом году Конечно, как ее забыли Ты что вообще не слушаешь, блин? Где ты живешь вообще? О чем ты вообще говоришь? Ты в каком мире живешь ты? Ты можешь хотя бы... Ты можешь хотя бы, блин, не материться? Смотри, смотри, смотри Я живу жизнь и делаю, что хочу То, что ты сюда пришел, твое желание, не мое Я тебя сейчас заставил Сколько получается заработать на этом фестивале? Это вообще прибыльное дело или больше статусное? Это в первую очередь имиджевый проект Это проект, который я хотел делать Я хотел создать фестиваль И это помогло Я благодарен всем абсолютно с первого дня Кто принимал в нем участие Ну вот я хочу, например, прийти на фестиваль Я хочу сидеть за столом красиво Чтобы мне носили шампанское Там все у меня было И я сижу, чтобы я в первом ряду сидела Сколько это мне будет стоить? Ну, у нас от 700 долларов 500-700 долларов и выше 700 долларов стоит попасть на концерт И тысяча, и полторы есть места Они варьируют За 21 год Ну ты, наверное, миллионером уже здесь стал Уже все, наверное, заработал И недвижимость, и машины, и квартиры Вот расскажи, что ты в материальном плане получил От 21 года напряженные работы в Дубае? Ну, во-первых, долгое время я работал как музыкант А работа музыканта не предполагает Каких-то огромных заработков Оно предполагает заработки, которые достаточны Для того, чтобы ты обеспечивал свою семью Какими-то элементарными вещами Вот, семью и детей Вот, когда я начал заниматься Уже организацией концертов и мероприятий Это же тоже деятельность, которая требует Не только, которая не только предполагает заработки Но предполагает какие-то расходы И какие-то, как бы, экономические возможности Вилла роскошная у тебя есть с яхтой? Нет, роскошной виллы у меня нету Но я верю, что в ближайшем будущем У меня будут такие возможности Дорога в Дубай и обратно заняла у меня больше 12 часов Чем себя занять я долго не думала Ведь есть сериалы на платформе «Премьер» Времени у меня обычно на просмотр не хватает А тут как раз представилась такая возможность И вот, выбирая, что же посмотреть С радостью для себя обнаружила Что нас всех ждет новинка Сериал с нуля А я думала, мы затусим, как раньше Все вместе в старые добрые Нет? Сюжет строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены и Наташи В 2008 году они вместе открывали для себя Мир клубов, денег и безграничных возможностей Мечтая покорить Москву Спустя 12 лет Лена и Наташа Живут непохожими жизнями на разных континентах И сводят их снова вместе лишь Известия о смерти отца Лены Ты избавилась от моего отца А сначала использовала его В общем, судя по описанию Тут можно будет все Окунуться в самую настоящую семейную драму Вернуть себе ненадолго свой 2008 год Поразмышлять о том, что богатые и успешные Тоже могут скатиться на самое дно Так что в следующую поездку Или когда выдастся долгожданный выходной Я обязательно посмотрю за развитием сюжета Этого нового проекта Что, собственно, и вам советую Премьера уже 17 ноября Разумеется, эксклюзивно на платформе Премьер Вот в такой роскошной обстановке В Бурж-Аль-Араби проходят концерты Российских звезд на фестивале Парус Посмотрите, какие здесь меню Посмотрите, что здесь А что у нас здесь? Мейн-курс Сиас, Калопс, Ярусалим Чего? Короче, я открыла меню с алкоголем Потому что здесь 50 грамм водки белуга Стоит 190 дирхам Сколько это? 4 тысячи рублей Или 3 500 Так, смотрим Шампанское 1000 дирхам 1000 дирхам стоит бутылка Сколько это? Сколько это? 18 тысяч рублей Стоит вот просто бутылка шампанского На таком ужине А еще люди за все это платят А еще билеты покупают Чтобы просто здесь сесть Представьте, как здесь круто И дорого Вот, все здесь заполнится людьми А я буду сидеть здесь По блату Как всегда И буду вам показывать Как здесь будет петь Лолита А я буду танцевать Как ты круто выглядишь Господи, когда я похудею? Ждешь в Турции Ты вот так куда? Посмотри, животные в пижаме Я, видишь, я купила куринки Ты здесь запаслась? Которые квартиру обкуривают А, все Это носки Потому что я в тур еду по Сибири И у меня нет носков с тобой Это сетка носков Дальше пошли Какое счастье! Я не всегда к деньгам Заходите Мы идем от Блиновской Короче, мы к вам Вы от кого? От Блиновской А что, Блиновская здесь? Да Не говорите никому А мы идем на концертку О, это вы От нее к вам Я так мечтала Девочки, от меня будет толку больше и дешевле Здравствуйте А, Лита, я так мечтала Нет, но мы идем к вам благодаря ей, в принципе, и дешевле А, в этом смысле? Круто Слушайте, мне поедем Как хорошо, что меня никто не узнал А тебе хорошо Она пишет, она досье на всех собирает Супер Можно? Ну Да ладно Первая попытка Отлично Девочки, жду на концерте Это наши? Нет? Не наши? Десятые, это мой Ваш, все, это ваш Спасибо Короче, это еще такое завершение И не выходит никто Хорошо Спасибо Спасибо, десятые Кому выходить, девочки Пойдемте Пойдемте До вечера Спасибо 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 Спасибо, вы тоже Какой Я вас тоже Спасибо Какой насыщенный сюжет Смотрите, как на Лолиту налетели сразу же А тут все русские, я думаю, сегодня к тебе придут А вот так бы, вот скажи Вот просто такую, представляешь, постановку, массовку не организовали Да, еще это Блиновская А вообще, Блиновская никогда так круто не поднималась Да О, человек работает Блиновская проводит в Бульжа-Арабии, понимаешь? Представляешь? Да мы писем криво со своим шоу-бизнесом С носочками тут Да, не говори Ой, какая красота здесь, везде Здравствуйте А вот он, мой главный организатор жизни Я за мудрый, как выезжаю За мудрый, как выезжаю А то вы не знакомы, Алина Лол А я как предводительница в таком же Представляете? Спасибо вам за то, чтобы есть еще У меня хоть глаз радуется Здравствуйте Честно говоря, я не знал, что в России Я буду тоже ничего Уплевать Ты не решишь Просто письмо на рот И вдыхаешь А ты меня Ты не решишь Сердце нет и ведет Спасибо Это моя Это, в самом деле, подарющийся журналист Алена Шикалова Это цветы от моей подруги Спасибо большое Спасибо Это впечатление о концерте Первого дня фестиваля Парус Дубай Я тебя хочу поздравить С очень крутым началом Фестиваль Парус начался как надо Вот просто ты задала Ты задала просто А вы какие красотки Как я люблю этот пижамный вид Ты у нас святая Алена, блин, святая Инна, святая Лола Мы на святая трогаем Я с климаксом уже святая Ты сама понимаешь А что, климакс это уже святой Климакс это не к себе Я с этой стажей А бабло рубит Ольга Ольга Это наша Это наша Агент главный Дубая по недвижимости Мы вообще собрались Очень классно Супер певица Супер агент по недвижимости Самый лучший Этот Журналист Психолог Психолог Лучший в России Я не психолог Квантовый Нет Давай нам Пасы Давай нам Честно Самый охуенный Пирт реально Просто пиздец Умей творить За это я люблю нашу компанию У нас Все очень хорошо С самооценкой Это и видно Поэтому мы ржем Но Мы святые А рубит бабки Оля Посмотрите Что значит быть В газете жизнь Сначала А да Филиппа Киркорова Быть пресс-секретарем Пресс-секретарем А теперь вы посмотрите Вот Это единственный человек Мы святые Мы святые А она Смотрите какая Ой Ты нам сделаешь Хату Одну на всех Да Я сегодня Вера смотрела На коммуналку Мы с ней коммуналку Мы чтобы пришли Я в отличие от большинства Давайте серьезно Кто-нибудь Здесь медвижка Обзавелся Здесь все купили Но она купит Только у меня Я В Болгарии Купила квартиру А теперь Я не знаю Меня могут туда не пустить Сюда пустят всегда Вот А это не факт Поэтому нам здесь Надо вкладываться В один ЖК Или как это Законится Я не знаю Конечно Будем ли мы Все здесь жить Надо в эту камеру Смотреть Но то что Здесь огромный Наплыв русских И суперзвезд И бизнесвумен И журналистов Это нельзя отрицать Мы все конечно же Никуда не убегаем Из России Мы все вернемся Мы все вернемся На следующую неделю Нам надо Мы вот честно Вы Вы шем Или как Сходили И назад Трусов купили Я кстати Сегодня трусы Носки Носки Да Трясиночки для волос Не У меня нечего Тут понимаешь Ребенку пуховичок Вот я могу сказать Очень прям знатный Мужику своему Вот трусы Носки купила Это у меня давно Ты че Так по мне же видно Блин Так по мне же видно Вы думаете Чего же я Красавица С девочкой У меня эксклюзив Потому что я света У тебя новый мужчина появился Ты сто лет назад уже Да по тебе не до меня было Поэтому тебе некогда спрашивать Мы с собой разобрались Да Я тебя поздравляю У Лоли Ты появился новый мужчина Новая я Но Нет это другая Новая я Позвольная я Вот А сейчас мы Все поздравляем Еще раз Лолу С потрясающим концертом На котором мы все Мокрые отплясали И едем все на автопат Дубайская туристка Алена Блин Но Что Так Джи Едем на встречу С какими-то Крутыми Риэлторшами Которые Продают Недвижку Звездам Нашим Российским И всем Кто захочет Я И сама С ними С удовольствием Пообщаюсь Может какую-нибудь Себе Будочку Приобрету На берегу Море Горят На какой-то Крутой Тачке Приеду Мне всегда интересно По каким ценам Здесь звезды Покупают Понятно Что есть Какая-то Доступная Недвижимость Которую Могут Обычные Люди Позволить А вот Например Оксана Самойлова Что у вас Купила Мне кажется Она же Там кучу Купила Квартир Ну Некоторые Детали Я не имею Права Говорить На самом Деле Оксана Купила Для Своего Братика За 246 Тысяч Долларов 86 Шесть квадратов Полностью Обставленную Шикарно Недорого Недорого Да И в рассрочку Пожалуйста Круто А сама Она на какой-то Вилле отдыхает Сейчас Да Это ее уже Да Нет Они арендуют Просто А вот это Обстановка Квартир Которые Продаются В Дубай Давайте посмотрим Вот даже С посудой Продаются Некоторые Квартиры То есть Заходи И живи Все Ксюша сказала Кинь Все Рассказываем Про квартиру Ксюши Бородиной Да Она купила В Даунтауне Это прям Тяжелый люк Сент-Риджес Рядом стоит Эль Прима Там Покупали Дэвы Бэханы Такой уровень Это напротив Бурж-Халифа Это первая линия Это последний Плод стройки Вот тиктокеры Кстати приезжают Они недвижкой Интересуются Там я знаю Милохин здесь И весь этот Дрим Тим Хаус И кто-то еще Или они здесь Просто прожигают жизнь И тусуются Милохин хочет Квартиру в Дубае Понятно все Милохин молодец Ему 20 лет Да И уже хочет Это очень круто Она стоит 45 миллионов долларов Да Да Как говорит Коля Басков Богатая жизнь Она другая А вот так Обедают Суперкрутые Риэлторы Дубая И журналисты Да Можно Можно ездить Ламборгини Но Макдональдс Никто не отменял Да Самые лучшие Да Тем более Машку И не смогли Времени нету Доехать куда-то Посидеть Да Вот так вот Вчера тоже Поэтому устрица Черная икра Вечером Однем в Макдочку Так ну что Это моя будущая вилла В Дубае Посмотрите Здесь бассейн Здесь выход Здесь воду Можно пить Везде Можно купаться Я здесь буду Книги читать На старости лет Вот Сколько стоит Такая вилла Жень Такая вилла Стоит Ну вилла стоит От трех с половиной Миллиона долларов Вот Вот это Три с половиной Миллиона Это дороже Но это Как сказать Это 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 вилла Не продается Да Это примерно Примерно Но тут Разные виллы Есть От трех Половины Миллиона Долларов До 15 миллионов долларов Да И соответственно Что-то от всего Вот так Взяли Тут где-то Около 800 метров Будет Три этажа Пойдемте Со своим лифтом Вот А то что мы посмотрели Там 1300 квадратов Да Это будет строиться И тут есть кинотеатр Ммм Лиза Сестра Люси Чеботиной Послушайте Какая Крутая Семья Одна Практически Звезда Номер один Со всеми хитами Прошлого И текущего Год Вторая Вот здесь Оказывается В Дубай Она продает Самые дорогие Виллы Как ты попала В Дубай На самом деле Женя моя подруга То есть мы дружим Порядка Наверное Четырех лет Вот Собственно Познакомились Мы с ней На корпоративе Где выступала Люся Вот После чего Мы начали дружить Вот Кофе пили вместе И вот И допили кофе Да Пили кофе До того Что работаем Теперь вместе Давай так Самая крутая Твоя сделка Вот по стоимости Целый этаж А этаж 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 квартир Да А по стоимости Скажи цифру Мы же не называем Что-то Роман Оборонов Там получается Первый взнос Это сколько 23 миллиона дирхам 23 миллиона дирхам Это сколько Долларов Это около 6,5 миллионов долларов Это первый взнос То есть Если ты продала Виллу За 10 миллионов долларов То твои из них Ну 3% Ну А давно уже Ты же этим занимаешься Правильно? Год На что уже удалось накопить? Квартира Машина Вот сейчас хочу покупать Ну вот пока так А сестре продала что-нибудь? Ну мы вместе с мамой купили Ну в смысле вместе с сестрой Для мамы купили квартиру Да, здесь А себе? Люсе То, что мы хотим Стоит пока дорого Признайся, это ты Всех звезд подгоняешь Жене? Нет Нет, нет Она сама Она сама Находит с ними общий язык Она очень такая Общительная Открытая Вот поэтому Все, которые приходят Сначала за квартиры Уходят как бы В хороших теплых отношениях То есть не уходят даже Они остаются В такой дружеской Дружеской отношениях Ты молодая девчонка Наверняка Ты ходишь на какие-то тусовки Вообще Тебя здесь все устраивает Где ты отрываешься Не только что ты С утра до вечера Здесь продаешь квартиры Да Тут я вчера как раз Таки наткнулась В инстаграме На мемщик Дубайский риэлтор Яхты Шариберезка Там вот это все На самом деле Времени катастрофически Не хватает То есть реально Кто работает здесь В недвижке То есть мы же зависим Не от зарплаты То есть мы соответственно Кто Чем больше будем продавать Тем больше будем зарабатывать Люся уже приезжала сюда Вы же с ней тусовались Конечно Конечно Где вам больше Все здесь нравится Как во время проводится Они приезжают с мамой И мы тусуемся на пляже Вот она настолько устает От московского Вот этого ритма жизни От концертов От постоянных Туда-сюда Интервью Записи песен То есть она же не помимо того Что для себя пишет Она же еще пишет Для других артистов Вот соответственно Если приезжает сюда Меня не трогайте Я на море Все Отключается А у тебя Самое не было мысли Запеть Вы еще так похожи Слюсишь Я сначала Когда увидела Я сейчас Так вот Думаю Что? Да-да-да Ну да Тоже теперь блондинка Да нет Как-то я всегда Она тоже предлагала Давай тебе там Песню совместную сделаем Ну нет Зачем А не парит Вот такое Типа Вот как у Ольги Бузовой Есть сестра Они вещи там разбираются Ругаются То она туда поехала То в самолет не посадила У вас какие отношения Абсолютно вообще супер Шикарные Вообще Мы же вместе работали До всей этой недвижимости Да То есть Которая Произошла там Смена у меня В год назад А ты старше или младше? Старше Почему все думают Что я младше? Я думаю ты младше Вот в последнее время Ваша семья Такая деловая Мне кажется Мне кажется что она просто Старшая сестра И мама Старшая мама Мама тоже как ваша сестра Выглядит Я маму тоже знаю Мама активнее Чем Люся И Лиза И чем Женя Да Поэтому так Поэтому вместе Ну просто Каждый занимается В своей сфере Вот все Мы друг другу помогаем Любим Очень ждем Вот это вот классно Когда семейный подряд Вот такой Одна поет Вторая продает Вот тут Дубай Москва Зачем мне солнце Монако Когда в Дубае Так хорошо Солнце светит Однако Люся привет Видишь я нашла твою сестру Так что скоро позову ее Тоже на интервью Ну что А мы продолжаем Фестиваль Парус И сегодня второй день Группа Ленинград Вообще Господи Дай мне сил После вчерашней автопати Вынести все это Но на самом деле Я думаю Что будет очень весело Что мы сейчас будем петь Все хиты И самый мой любимый Москва По ком звонят Твои колокола Та-ра-та Золотые купола А где мой бокал Подождите А нет Вот этот Здесь побольше Спасибо Ну что А где мой-то сон Давайте пойдемте искать О-о-о-о-о Привет Мы уже Приехала вDI Дубай И сейчас активно Здесь Разводит деятельность Профессионально Я уже провела Один Светский Ушен И ты знаешь Мне понравилось. Работы много. А завтра мы с Екатериной поговорим, уже поболтаем. Если вы пить, вы хотите, то берите водки, либо это ж питью, тетя, ну что берете? Води меня, Серега, на выставку Бога. Мы идем на путевку в Булгарии. Вот, посмотри, это яхт-клуб дубайский. Здесь тетя, сяк. Лакшери лайфстайл. Это то, что надо. Видеозвезду Алёна. Здравствуйте, Алёна. Алёна, блин. Мы здесь снимаем небольшой для нашего спецвыпуск для Ютуба, поэтому вы все будете его героем. Меня зовут Алёна. Блин, мы снимаем спецвыпуск русских в Дубае о том, что здесь кто делает. И, естественно, мы пришли в ваш прекрасный уголок, уже съели все. И знаете, в чем проблема? Мы, может быть, и рассмотрели бы икру, но мы ослепли. А это экологичек. Давайте делаем так, подвихли. Ой, какая движуха вообще просто. О, теперь все видно. О, супер. Очень вкусная, кстати, мне все понравилось. Мы кормим рыбу только килькой и добавляем морковь. Никаких ускорителей роста. Мне папе 74 года, а он до сих пор будет в море. Это наш семейный бизнес. Мы представлены. А где вы базируетесь? Мы с Дагестана. Дагестаном, наша подруга из Дагестана. Я родилась в Дагестане. Каспийск? Нет, я сама с дугасполы. Мама, главврач, санчасти МВД всю жизнь. Полковник, папа. Это семейный бизнес. Папа, брат, я, там, близкие друзья. Хороший семейный бизнес. Черная икра. Мы живем этим. Я чуть не каждую рыбу знаю, как она выращена, потому что рыба начинает питать икру на 18-й год. Мы 18 лет кормим. Мы и за ней следим, мы как бы живем ей. Давайте мы с вами распробуем какой-нибудь сорт. Русский осетр. Этому осетру 22 года. 22 года русскому осетру в Дубае. Икру вообще кушают с руки. С руки? Вот сюда. А-а-а. Да. Так, я ем черную икру с руки. Так правильно. И прям раз прям. Вообще по-другому. Да. Господи, кого я здесь встретила? Ребята, это легенда. Петр Листерман. Представляете? Что вы здесь делаете? Как всегда, я приехал в новую страну забирать деньги у богатых и нести бедным. Так, а расшифруйте, как это? Нет, просто все мои клиенты переехали жить в Дубай. И поэтому мне пришлось тоже приехать в Дубай. Буду жить здесь 5-10 лет сейчас. 5-10 лет? 5-10 лет буду жить здесь. Ну, я жил в Париже 30, сейчас буду жить здесь 5-10. Расскажите, какая здесь ситуация с российскими девушками? Потому что я открываю Инстаграм и вижу здесь просто всех. Здесь какие-то новые звезды появились. А вы знаете, кто такая Олеся Малинская? Да, конечно, Олеся Малинская. Но еще там у нее 20-30 подружек. Они все вот как бы Инстаграм звезды. Инстаграм звезды. Вот. То есть здесь сейчас... Мне пишут в Инстаграме каждый день, ну там, 50-100 девушек. Мы в Дубае. Помоги нам, помоги. Помоги, это значит, что сделать? Познакомить с хорошим парнем. С шейхом. Не, 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 не. Они хотят только русскоязычных. Только славянских мужчин, девушки мне пишут. Вот, помоги создать семью. Ну вы лукавите, наверное. Честно вам говорю. Что значит создать семью? Ну, девушки хотят, чтобы я их выдал замуж за богатого мужика, который им подарит машину, квартиру, шубу, как в том анекдоте. И, смотри на меня, и шапку. Помнишь этот анекдот, нет? И шапку. Я тебе попозже расскажу. Ну, короче, все девушки, тысячи девушек приехали сюда. Все для серьезных отношений. Все хотят, чтобы я им создал семью. Но если, ну послушай, ну послушай меня. Если, говорят, втихаря можно послать за деньги, они тоже готовы. А потом снова серьезные. А кто сейчас главный? То есть они все серьезные. Потом она соскочила на 10 минут лихомысленно и опять снова серьезные. Снова семью. Мне директ очень интересен. Кто пишет? А, кто мне пишет? Да. Хорошо. Так. Завтра весь день работаю, пишут девушки Петру Листерману. Она диджей. А, диджей. Это порядочное. Ну все они диджей, экстрасенс, писатель. Да, да, да. Это... Ну, девушки пишут с утра до вечера. Но все едут в Дубай. Понимаешь меня? Познакомишь меня, пишет Дарина Ратуш. А, да, пожалуйста. Да. Хорошо, сердечко. Да, да. Мне нравится американ... О, то есть это вы сик***ю невесту подбираете? Ой, я просекала, не надо. Ты всегда молчи, это секрет, я прошу тебя. Нет, у меня много женихов, но он просил не говорить. Потому что он сейчас... Он развелся со старой женой, ему нужна новая, но про него мы молчим. Ему нужна очень, на самом деле, для создания семьи порядочная азиатка. Он любит таких. Это отдельно. У меня тоже миллион подписчиков. Я дал объявление вот такое скромное. Смотри. Дубай сегодня... Сейчас, подожди, это мне надо обязательно снять, а то у меня память полетит. Да, да, мы можем и на камеру тоже, это объявление. Дубай. Сегодня в Дубай прилетает классный парень Виктор, ему нужна для серьезных отношений умная, красивая девушка. Кто в Дубае сейчас... Ну, это же какой-то развод, они все хотят на ночь. Нет, смотри. Все они нацелены на серьезные отношения. Ну, если... Пока она ищет, они хотят мужа, чтобы откусить по-крупному, понимаешь меня? Ну, если по дороге, я тебе говорю, если можно пососать, они, конечно, отходят... А цены сейчас, кстати, в связи с огромным притоком русских в Дубай, что происходит с рынком? У эскортниц цены какие? Ну, за ночь они берут штуку 2-3-4. Штуку 2-3-4 чего? Дерхам? Долларов. Ну, это какие-то дорогие? Нет, ну, все крутые, дорогие, конечно. А вот я слышала, что сейчас говорят, в центре, в районе Джи Бер, там в основном темнокожие афроамериканки, которые подешевле. Нет, ну, там, конечно, там можно и... Ну, чернокожих, может быть, можно и за 100 долларов найти. Вот, но это надо быть политкорректными, понимаешь? Ну, если бы, чтобы не обижались, там и педики, и голубые, и лесбиянки, все же походят. Тупая? В стране строгих нрав? Нет, возможно, возможно они есть. Я это не знаю. Я-то по-крупному работаю. Мне мужик платит, говорит, найди жену реально. Понимаешь меня? А ну, параллельно я должен отсортировать эти тысячи девушек, которые мне писают. Понимаешь, да? Я такого нашла, конечно, спикера. Я бы с ним проговорила два часа, но, к сожалению, у нас не резиновые. Надо работать. Я вас хочу позвать на шоу «Алена Блин» на интервью. Хорошо. А вы надолго здесь? На месяц. А в Москву приедете? Приеду, через месяц приеду. Меня все знают в этом каралоге, я тут песни пою постоянно. Сегодня вечеринка, где вы... Маргенштерн на сколько выходит? Двенадцать. Двенадцать? Двенадцать выходит Маргенштерн. А вы сломашите всем зрителям шоу «Алена Блин». Купис, кислород, Это мой как, Купис, к Questoウyeon? Сколоть блин, Сколоть брили, Сколоть брили, С Class'ю реакенштерн. Увсе кто-тоfaokeiro кисто. Увсе стоянặt не отдали шоу, Увсе стоянных яд会шоу, Увсе стоянные gekщики, Из-ч właści до меня шоу, Чего наказаления шоу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, девчонки, рассказывайте, какие тут сплетни. Слушайте, а кто из русских приехал сюда? Говорят, что вообще все. Мне кажется, вообще все. Вот и правильно говорят, что Дубай – это резервная копия Москвы. Я даже не знаю, кто сюда не приехал. Ну а кто? А что, Милохин вроде там сбежал? Милохин здесь. А кого вы вообще видели? Дина Саева, я с ней вообще тренируюсь в одном зале. На память, в Топ-встрече. Вот кто должен работать корреспондентами, блин. Самойлова. Самойлова, вся ее семья. Тут они часто… На Блю Ватерс вообще можно увидеть всех. Блю Ватерс? Блю Ватерс, остров. Сейчас Милохин называют Блю Рашин, а не Блю Ватерс. Ага. Там абсолютно все. Там все тиктокеры тусуются. А что они вообще здесь делают? Вот что они бухают, сидят в рейстиках. Бухают, сидят в рейстиках. Отдыхают от тяжелой жизни в Москве. Капец вообще. Чем вот они занимаются там, я знаю, днем? Тиктоки снимают. Просто деньги тратят? Да. Да. А вы кого, кстати, красили из российских таких? Кто-то вот. Я знаю, что вы самые крутые здесь. Я вас отцепила. На все дни фестиваль. Так, а с кем мы работали? Сливайте клиентов. Нельзя, нельзя. Нас больше не позовут. Нет, а вы хороших сливайте, кто вам понравился. Нет, или плохих. Знаешь, самое интересное, что селебрити ведут себя лучше всего, чем нежели обычные богатые жены. Вот на самом деле, да. У нас говорят, приходят девочки. Ага. Очень богатые, состоятельных. Ну, не семей, а у них мужья очень богатые. И вот они друг на друга говорят, что, а вот я что-то делаю, вот она богатая бездельница. А я богатая труженица. А я богатая труженица. Слушайте, а я с Листерманом вчера разговаривала. И он говорит, что переезжай вообще в Дубай, потому что здесь вообще офигенный движ на рынке труда. И показывал мне там топовых там девчонок каких-то, что они такие там, клиенты туда-сюда. А что вы, кто здесь сейчас самое главное расскажите? На рынке труда? На рынке труда? Хотела бы сказать, что мы, но мы не на том рынке труда. Самые главные. Да, тут и скормят сполно. Ну вот какая-то малинская здесь есть. А что вы замолчали? Вы ее красили? Нет, нет, я с ней не работала. Да, я ее собирала. А, куда? На день рождения. На день рождения. На день рождения. Так она говорит, что книги еще пишет. Слушайте, вот как охрененно устроится в Дубай тут. Тусишь, мужиков, еще книги пишешь параллельно. Нет, книгу, наверное, в России написано. А ты вообще уверена, что она писала ее? Блин, не знаю. Мне кажется, она просто смотрела на бумагу, а там кто-то писал. Это как в Гарри Поттере, знаешь, открываешь книгу. С пустыми страницами, а там появляются строчки. Мне кажется, она нас депортирует сегодня. Да ладно, тут я же одна в основном всех сливаю сижу. Я просто у вас убеждаюсь, правда или нет. А кто еще, кстати, вот Малинская? А Жужа кто это? Да, у нее семья там, да. А, Катя Жужа. Просто у них хрипки у всех, они прям путают. Жужа. Она, по-моему, даже тут, но у нее семья. Вряд ли. Что-то на рынке труда засветилось. А где у них вообще самое такое место, где они постоянно тусят, там, эскортницы, где-то все. Намас, сэлеви. А, файв палм. Файв палм. Как там Малинштерн поет? Ваше очень особое место. С новой мольбой про файв палм. Ну, а вы вот туда, когда приходите, вы их видите? Мы туда очень редко. Там, знаешь, если зайдешь в бассейн, можно забеременеть. По России вообще не скучаете? Я уж на 11 лет не живу. Я вообще родилась в России, смесь с Беларусью, потому что 7 лет не жива. Ну, приезжаем. Я люблю Россию, люблю Беларусь. Ну, а что, в России, вот приезжаешь туда, куда бежишь в первом делу? А я, нет-нет-нет, по всем врачам. По врачам. А, вот, косметологи. Косметологи, да. А почему? Здесь не развито, да? Ну, здесь медицина не на очень хорошем уровне, так скажем. Ну, здесь цены другие. Во-вторых, здесь, да, даже если у тебя страховка, она не все, они везде покрывают. Страховка здесь... Сколько страховка стоит на Аблик? Ну, около 5-6 тысяч дирхам плюс-минус такая. Долларов плавка. 3 670 дирхам – это тысяча долларов. Тысяча долларов на вот страховку. Нет, полторы тысячи долларов плюс-минус. Полторы тысячи долларов. А с бьюти здесь что вообще? Потому что вот я знаю, что очень много сейчас здесь из России приезжает девчонок, которые там... Ну, вот мы выходим к российским мастерам в основном, потому что наши сады... Маникюры все, да. А маникюр здесь нормальный, кстати? Смотря где, смотря в каких салонах. Лучше идти сразу в русские салоны. То есть в русских салонах маникюры делают круче всего, да? Да. Ну, естественно. Так, девочки, самое главное, самое главное, что здесь на личном фронте у вас? Уже нашли себе по шейху? Ой, да мы как-то не особо искали. Не особо, да, это не наша цель. Не первостепенная, так скажем. Ну вот, по-моему, на самом деле, мужчины тут очень избалованные. Местные, да? Да, любые. Женские внимания всегда приезжают не за отношениями, а, как говорит Джиган, пожить на щели на расслабоне. Ну, а вообще есть вариант какой-то, вот русская девушка приехала в Дубай, она не испортит, там, ничего, тут нормальная, порядочная. Есть у нее какой-то вариант? У нее просто время нет. Да. Понятно. Он нормальная женщина. А вот, ну, внуки же мечтают о шейхах, а вот Решетова же, она какого-то зацепила себе, да, вот этого, какого-то Мохаммеда, или так, как его звать. Вот как она его зацепила? Говорят, что к ним вообще там доступа нет, что не ходит же нигде по тусовкам. Ну, если я правильно понимаю про того парня, то он не локал. Он с аудицей, да? Наверное. Я не знаю, никто об этом точно не говорит, это все держится за семью замками. А вы самого Решетова вообще видите здесь где-нибудь, или она... Я ни разу не видел, вживую. Нет, это же... То есть она сидит уже в этой, как ее называют, эта штука на глаза, как, да, это, что у меня... Паранже? Паранже уже сидит Решетова, да, уже... Смотри на меня. А кто ее мужик вот этот? Все скрыто за семью замками. Да ладно, в Телеграм-каналах уже все давно написали, просто у нее память хреновая, я ничего не помню. Хотела убедиться, так ли это у вас. Продолжаем наше путешествие, идем к одной интересной женщине. Так, пич-класс, будем сидеть, отдыхать, рассказывать... О, Боже, Рызи, спасайте, вот пляж. Мы море видим только из окна бабки или машины. Я еще до моря не дошла ни разу здесь. Знаете, а все говорят, вот, она ничего не делает, дубая там шляется, отдыхает, пирует, пляшет. А мы даже еще ни разу не купались, только целыми днями ездим по съемкам. Это я о том, что меня наболело. Я-то хочу в море зайти. А мы носились опять сегодня по сферу. Казалось бы, недавно мы отдыхали на одном из светских мероприятий Москвы. Кстати, вот оно было финальное... Скорее всего, работало, и ты, наверное, тоже, но со стороны ты всегда выглядишь, как будто мы отдыхаем. Да, и я вот встретила Катю, мы так замечательно поболтали. Если мне скажут, что в следующий раз вы встретитесь в Дубае уже, где будете тут рассказывать о том, как все переехали в Дуба, я бы не поверила. Но мы здесь. Кать, расскажи сначала, ты переехала сюда? В Дубае люди приезжают, как правило, имея одни планы, а на самом деле, по факту, выходит всегда что-то свое. Я не знаю, переехала я в Дубае или нет. И, кстати, когда мы с тобой были на том мероприятии, я уже знала, у меня уже были взяты билеты. Расскажу, как все случилось. Я в Дубае не была вообще, в отличие от большинства наших светских знакомых, кто сюда ездил на все праздники, я не была в Дубае никогда. Я первый раз приехала в Дубай в апреле этого года, потому что в марте... С разведкой? Нет, я вообще, мне занесло так сюда. В марте, когда в банках перестали выдавать наличные, я немного напряглась, потому что я очень взрослая девочка, давно живу. Я уже помню, как в 92-м году все в банках пропало. Я решила любой ценой свои деньги из банка забрать. И разрешенным способом забрать свои деньги из банка было перевести их на покупку недвижимости в дружественной стране. В Дубае в этот момент находилась моя знакомая риэлтор. Я ей говорю, подбери мне квартиру, которую я потом смогу легко продать или сдать. И она мне купила по WhatsApp, по видеосвязи, она купила мне квартиру в рассрочку. Причем у меня было такое, что в квартире можно было жить сразу сдавать, но чтобы я могла ее выплачивать в рассрочку до 26-го года. Вот такую квартиру... Надо еще поискать. Я вот общалась со многими агентами, и это какой-то прям фантастический вариант, чтобы все готово было. Ну, сейчас уже не найдешь. Но в марте я была одной из первых, кто понял, что вот сюда. Я была, можно сказать так, во главе этого косяка, потянувшихся сюда инвесторов в недвижимость. Когда я в апреле приехала эту квартиру получать, первое, что я собиралась делать, это ее продать. Выяснилось, что для того, чтобы ее продать, надо открыть счет местного банка. Значит, нужно оформить ID. ID можно оформить, если ты либо как инвестор, но для этого надо выплатить минимум 2 миллиона дирхамов. А у меня еще не было. Так, 2 миллиона дирхам, это сколько? Где-то 600 тысяч долларов. 600 тысяч долларов. Примерно, да. Либо ты можешь получить ID, устроившись здесь на работу, либо ты можешь получить ID как фрилансер, как специалист. Вот я, как специалист по пиару и маркетингу, подала документы на фриланс-визу. Для этого надо заверить диплом, для этого надо легализовать его. Сколько коннители вообще здесь? Очень много. Здесь очень строгая бюрократия. И очень важная вещь, которую надо понимать про Дубая. Здесь все надо делать по правилам, в строгом соответствии с законом и с реальностью. Ну, то есть, делать вид, что ты устроился на работу, а на самом деле не работать, это не надо. Не прокатит? Прокатит или нет. Если нет, то тебе закроют въезд на несколько лет. Поэтому по такому пути идти я не рекомендую. Надо всегда делать то, ну, по-настоящему. Я перевела свой красный диплом МГО, я легализовала, я подала заявку на лицензии продюсера, инфлюенсера и организатора ивентов. И вот сейчас я жду документы, но как я вообще к этому пришла, почему я в апреле не продала квартиру, да? Я решила, я приехала и посмотрела, а тут как-то все, тут жизнь бурлит, здесь бизнес-завтраки, здесь постоянно какие-то мероприятия. У меня ко мне, как инфлюенсеру, огромный интерес. Давай так вот, прям, чтобы люди поняли, чем ты здесь конкретно занимаешься сейчас. Конкретно я здесь занимаюсь тем, что я тестирую работу в трех направлениях. Первое направление – это то, что я умею делать и делаю уже 27 лет успешно. Это организация мероприятий, это разработка пиар-стратегии личного бренда. На это много заявок, потому что здесь рынок растет просто как у нас в 2005 году. Это для русскоязычных, правильно? Конечно. Надо работать на тот рынок, на ту целевую аудиторию, которую ты знаешь. Я знаю русскоязычных. Я хорошо организовываю ивенты для русскоязычных. Я понимаю, я здесь уже, вот сейчас я приехала, что ты думаешь? Я приехала просто так, что ли, позагорать? А что ты уже сказала? Я в командировке. У меня есть агентство «Москли Пиар Тренд». Мне заказали мероприятие в Дубае, заплатили по договору деньги. А какой, если не секрет? Очень красивый, очень закрытый ужин для одного алкогольного бренда. Заплатили деньги, я приехала, у меня билеты, у меня проживание, все покрывается этим проектом. Я никогда не езжу, знаешь, просто так развеяться за свой счет, протестировать рынок. Вот этот подход мне очень нравится. Ну, именно поэтому я бизнес выстроила без инвестиций первоначально. Я считаю, что в бизнес надо вкладывать то, что ты уже в этом направлении зарабатываешь. Потому что, знаешь, много ума не надо вложить кучу денег, которые тебе кто-то дал. Попробовать не получится, и, значит, поплакали, пошли дальше. Я правильно понимаю, что вот тебя, например, зовут на какое-то мероприятие ивент, и все оплачивают, и ты дальше на эти деньги здесь живешь. Конечно. Но это же нерегулярный, непостоянный доход. Нерегулярный, непостоянный. Именно поэтому я дала себе время до конца мая. Я должна понять, вот те доходы, которые от организации ивентов я могу иметь, как ведущая, как инфлюенсер, как продюсер, они покроют мои расходы на жизнь и выплату. Просрочки по квартире. Да, еще же квартира ухажена. Да, у меня еще квартира. Мы с сыном летом сюда приехали с его семьей, посмотрели, нам понравилось. И мы решили, что мы поедем осенью, когда похолодает, и он устроился на работу. Мы приехали, он на следующий день вышел на работу. То специалисты по инвестициям, оформлению ВНЖ, откуда я знаю все вот эти тонкости, да? Вот, он вышел на работу в компанию, которая принадлежит моим хорошим друзьям, которым я доверяю. Это очень важно. В Дубае еще надо понимать, с кем ты можешь иметь дело, с кем нельзя. Говорят, здесь очень много аферистов в том, что есть в сфере недвижимости. Очень много аферистов. А вот ты сталкивалась с каким-то человеком или с какими-то агентами, кто пытался тебя нагреть? Дело в том, что все, как бы, для того, чтобы понять, что тебя пытаются нагреть, надо глубоко вникнуть, да? У меня совершенно нет на это время нежелания. Я работаю только с теми людьми, которых я знаю, кому я доверяю. Но мне вот Дубай, он подкинул несколько встреч очень хороших. У меня здесь вот с местным оформлением там счетов завода, за электричество и прочих нюансов у меня были проблемы. Я пыталась это делать сама, не платить никаким, называют, бегункам, да? Я не справилась сама, это сложно, потому что ты приезжаешь в офис, у них какие-то роботы тебя, встречают, это какой-то космос вообще. Я захожу, мне навстречу выезжает робот, и я должна у него на планшете все набрать. Мне как-то с людьми проще. Я познакомилась со специалистом, с юристом Мохаммедом, который мне очень много объяснил про местную жизнь, про то, что можно делать, чего нельзя. Вот он как раз на одной из бизнес-конференций, которые я вела, он был спикером, он подошел ко мне и сказал, Катя, все было идеально, ты правильно оделась, закрыта. Но ты пожал и руки мужчинам в конце. Тут нельзя. А здесь это не принято. И я с Мохаммедом стала консультироваться, что можно, что нельзя. Вот он стал для меня таким тоже проводником. И Карим, Карим из компании по недвижимости, оформлению ВНЖ, которому вышел работать мой сын, мы подружились с ним, с его женой Апери. Я поняла, что это люди, которые я могу доверять. Таких людей здесь надо беречь и вокруг себя держать. По поводу ВНЖ, я слышала, что стоит только заплатить от 6 или до 10 тысяч долларов, и тебе все твои проблемы решат, тебе не надо ничего оформлять, никаких дипломов переводить. Ничего нет, тебе просто вот за 6 тысяч долларов или за 10 тысяч долларов. Тут моя подруга говорила, 10 тысяч долларов тебе дадут ВНЖ. Тебе дадут ВНЖ все равно только под каким-то статусом. То есть, конечно, есть очень много людей, наверное, которым лень думать. И они просто отдадут кому-то деньги, им чего-то там оформят. Что потом будет с этим ВНЖ? А какой им статус оформили? Может быть, им оформили, что они работают... Беженцы. Может, они красят крыши, да? А к ним потом придут и скажут, покажите, какие вы крыши красили. Они так, опа, никакие. Им так, все, закрываем, а въезд в страну на 5 лет. Вот, понимаешь, да? В жизни надо уметь думать, не лениться, разбираться. Это очень полезная информация, ребята, для тех, кто собирается в Дубае. Вы понимаете, да, что надо обращаться? Вот с кем я здесь разговаривала? Катя столько сейчас дала полезной информации. Ты уже понимаешь, куда бежать. Я разобралась. Я считаю, что всегда, когда ты подписываешь любой документ, ты должен четко понимать смысл этого документа. У меня мой сын, он на физтехе учился, знаешь, их там научили. Он до каждой строчечки все проанализирует и говорит, подписывай. Вот я сейчас подписывала, что я, как инфлюенсер, буду соблюдать все законы Арабских Эмиратов, которые касаются соцсетей. Я правильно понимаю, что инфлюенсер тут можно официально вот в этом статусе здесь находиться. То есть вот я, например, журналист, я ютуб-блогер, я тоже могу здесь оформиться. Ты можешь оформиться, подать на ВНЖ, фрилансерская виза, у тебя будет легальный счет в банке, на который ты как инфлюенсер. А недвижку надо покупать еще? Не надо. Вот я правильно понимаю, что пройдет какое-то время, и Дубай здесь будет просто, как уже сейчас называют, резервная копия Москвы. И все здесь будут жить, тусоваться, лечиться, покупать квартиры, устраивать мероприятия. Мы, кстати, в очень красивом ресторане, где я даже вот я зашла, посмотрела, господи, так это же как в Москве, когда вот эти завтраки Муз-ТВ, на которых мы гуляли. Вот у хозяйки этого бич-клаба Евы есть еще ресторан, который называется Патрики. Да ладно, Патрики, в Дубае есть даже Патрики. Сейчас всегда посмотрят этот выпуск и решат, что я тоже решила переехать уже окончательно. Давай так, плюсы мы обсудили. Какие главные минусы жизни в Дубае для россиян? Для меня самый главный минус жизни в Дубае, что это не Москва. Я очень люблю Москву. И больше всего на свете я бы, конечно, хотела жить в Москве и зарабатывать в Москве. Потому что это самый удобный город Земли для жизни. Я полюбила даже наш ноябрь, понимаешь? Потому что, конечно, все на русском, все понятно. Но Дубай из всех городов мира наиболее близкая резервная копия Москвы. Потому что в Дубае очень много есть того, к чему мы привыкли в Москве. Мы здесь встретили Наташу Королеву. Посмотрите, все здесь. Да вот прилетела, друзья позвали, говорит, ух, какая-то тут модная. Артики Асти сегодня выступают. А нравится песня Артики Астина? Они же сейчас там сменили девочку. На Севиль. А репертуар поменялся? Нет, Севиль может исполнять песни, которые в Артике Асти. А Асти их не может исполнять. Поэтому сегодня будут все хиты, которые... А что вы здесь делаете, расскажите? Просто отдыхать? Здесь вся Москва. А Дубай называют резервной копией Москвы. Ну, тут неплохо. А здесь в Бульже-Арабии вы живете? Да, наш брат знает. Нет, вот вы прямо здесь живете, в этом самом дорогом отеле? Мы... В Семизвездочном. В другом месте живете. А, в другом месте. То есть здесь на пляже не встретишь. Хотя здесь пляж вот напротив. А тут я аж похож. А на Филиппа завтра идем? Ой, завтра Филипп? Завтра Филипп здесь выступает. О, да, конечно идем. Я даже не сказала, что завтра идем. Да, идем. А вот такой вопрос, кстати, в Дубае квартиру не прикупила Наташа Королева? Нет. Почему? Даже я задумалась об этом, хотя у меня не столько много денег, как у всех. Но я подумала... Не есть уррациональности. Инвест? Инвест? Ну, и что? Сейчас вот ажиотаж, сейчас очень дорого, какой инвест. Инвест надо было делать, когда был коронавирус, и когда здесь было все внизу. Вот человек, который разбирается в недвижке, сразу видно. Сейчас инвест. А я просто общалась с агентами недвижимости, и мне уже все предложили. И студию в Бизнес Бэй. Конечно, они предложат, потому что сейчас горячая пара. И только... Нет, сейчас все нет. А вот, кстати, есть мнение, что это раздутый реально мыльный пузырь. Вся эта недвижка Дубая, что потом в какой-то момент все это лопнет. Это та же история, как в Майами было в свое время. А в Майами все скупали? Ну, конечно, покупали, покупали. А потом же случился 2008 год, и все ручно. А что сейчас с этими квартирами? Пустые стоят? У людей пустые квартиры, и тут они въезды вообще в Америку. Да, кстати, сейчас... Вообще, когда ты не живешь, не надо ничего приобретать. Приедьте, снимите отель, прокайфуйте и приедете. Сейчас такое время, что непонятно, кому закроют, кому откроют. Вот я всегда в новостях обсуждала, что нашим украинским певицам, популярным в России, закрыли въезд вообще на Украину. И в Киев запретили, арестовали все имущество. Аня Лорак, Седокова, Регина Тодоренко. Но, кстати, вас я не увидела в этом списке. Или уже давно закрыли? Я была первая еще 6 лет назад, поэтому... А, все. Я начинала этот список, а девчонки закрывают. Ну, хочется думать, что, конечно, это время все закончится, и все мы начнем жить. Ну, ладно, мы увидимся на концерте, и завтра обязательно на Филиппе Киркорове. Да, вот вообще. Я очень рада была видеть. Да, Аленочка, спасибо. Спасибо. Все, до встречи. Наконец-то встала Оксана Самойлова и танцует, боже. А теперь еще чувака вот этого надо поднять. Да ты веселый такой, в Сторе, а здесь сидишь. А ты в моем выпуске на Ютубе, давай. А я здесь снимаю выпуск «Русские субаи». Это мой операция. Давай мы помоем. Здесь толку. Вот это в театрике, а я здесь. Только она весело отрывается. Стираем все граны, тону в твоем океане. Да, моя уставшая семья отдыхает в Дубае постоянно. Я танцевала все ноги вместе с Артиком на Асте. И обязательно они войдут в мой суперфильм «Русские в Дубаи». Ребят, ну вы все, недвижку купили здесь уже? Конечно. Пол Дубая. Все, серьезно? Откуда деньги? Вы выступаете или отдыхаете еще? Выступаете. Только в напряженной графике. Относительно. Передайте приветикам зрителям Алены. Вот он, Артем, наконец-то. Я его нашла, схватила. И я нахожу на березе. Ты уехала из России. Улетела. Ну, я правильно поняла, что ты вот покинула родину и пока что не собираешься возвращаться? Нет. Я теперь уже знаю, как тебе отвечать на твои каверзные вопросы. Подожди, ты переводишь совершенно в другой этот. Я не торгую. Ты просто не хочешь отвечать, ни вопрос. Неудобно тебе. Ты хочешь вести беседу, так как ты чувствуешь. Потому что ты у меня на интервью. А не я у тебя на интервью. И я хочу. Я улетела в Дубай 20 сентября. В ночь перед известным событием, перед мобилизацией. В ночь перед известным событием у меня четверо детей. Уж я женщина. Как бы эта история немножечко не ко мне. Полетела по другим абсолютно целям, задачам, связанным со свертами. Дело в том, что у меня студенты из разных стран обучаются. Но, к сожалению, потому что... Война Академия Мастер Разборов. Если вы забыли про это и не помните, о чем мы говорили с ней в интервью в моем выпуске «Алена Блин», то мы напомним. Да, уже, Ален, по-моему, ты лучше, чем я делаешь разбор за этот период времени. И из-за того, что невозможно оплачивать, санкции и так далее, и так далее, у нас была международная компания в Сингапуре. Но из-за того, что я русские учредители заблокировали, и вот мы прилетели по работе на три недели. И остались пока здесь. А сегодня, извините, пожалуйста, уже начало ноября, а вы все здесь. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что я давно мечтала пожить в разных странах, но мне все время было сложно как-то, знаешь, родители, папа болел. А сейчас вот так получилось, что два дня назад папа ушел. Ой, я тебе сочувствую очень. Да, и у меня такое направление деятельности, что мне нужно быть в разных концах этой планеты, обучать, рассказывать, делиться методикой. И здесь я по бизнесу, но мне здесь нравится. Ну, хорошую точку ты выбрала, Арабские Эмираты. Здесь сейчас просто все русские, и Дубай стала резервная копия Москвы просто, вот резервная копия. Вообще не чувствую, что ты в Дубае, в другой стране, потому что вот в отеле 65% русских. А тебя узнают? Да. А просят у тебя сделать там, Инна, сделай нам разбор, пожалуйста. Ну, конечно, если это публичные места, вот в отеле как-то нет. В отеле принято, что друг к другу как-то ты не подходишь. А если ты куда-то выходишь, то да, обмениваются контактами, говорят. Скажи, повысились в цене твои услуги в связи с твоим переездом? Нет, наоборот. Демпинг произошел, потому что там уже был определенный уклад клиентов, работы. И сейчас, когда ты находишься в другой стране, а вопрос о финансах стоит острее. И наоборот, даже спецпредложение на обучение, на участие в конференции сейчас будет. Мы сделали огромные скидки, потому что понимаем, что сейчас не то финансовое положение, где люди, понимаешь, как раньше, да, как год назад. Я знаю, почитала уже, ознакомилась с местными законами, и здесь они очень осторожно относятся ко всему этому. Эзотерика, психологические практики, мистика, они за всем этим очень сильно следят и могут докопаться в случае чего, что ваша деятельность не подходит под законы Арабских Эмират. Если твоя деятельность с мистикой связана и с эзотерикой, то да. А если она связана с психологией, в том числе и с квантовой психологией, то у нас уже есть лицензия Объединенных Арабских Эмират. У меня две компании, одна IT, потому что мы будем разрабатывать психологическое приложение. А вторая с лицензией я тебе покажу. А как дети переносят переезд? Здесь же жарко. Ты знаешь, дети переносят переезд так, как реагируют родители. Мы каждый раз переезжаем вот за эти полтора месяца, да, из номера в номер, из виллы на виллу, потому что мы приехали неожиданно, и нам отель пообещал постоянно дать виллу. Вы живете в отеле? Да, да. Я думала, что вы уже здесь сняли какой-то дом, квартиру, обжились, а вы еще в отеле пока, да? Ты знаешь... Деньги есть пока. Ты знаешь, все очень просто. Когда мы приехали и начали снимать дом для людей, которые разъехались по разным странам, да, в том числе и ребята, которые с нами работают, и знакомые-знакомые, скажем так, мы вообще столкнулись с рынком недвижимости в Дубае. И оказалось, что вот как у нас есть цыгане, да, у меня... Мам, я тебя обыщу, я обыщу. Давай, да. У меня, кстати, есть цыганская кровь, чтобы цыгане на меня не обижались. Мам, а когда быстро? Когда быстро? Сейчас присаживайся, сейчас видим. Когда подарки будут? Сейчас мы договоримся, Алёна, и тебе... Давай, дай на ручку. То есть здесь есть индусы, которые... Вот есть объект, есть собственник, он сдает его на год индусу. А у индуса есть еще куча других друзей индусов, и ты обращаешься к индусу, который здесь, поняла? То здесь накрутили, здесь добавили, здесь чуть-чуть мой близкий братик и так далее. И объект, который стоит 500 тысяч рублей в аренду, ты снимаешь за 2,5 миллиона. Да. Во сколько обходится переезд человека, вот человек жил в России, я знаю, что ты перевезла сотрудников своей компании, себя, всю семью. Сколько стоит переезд одного человека, чтобы вот порешать все вопросы, все проблемы, чтобы до вас не докапывались, чтобы прожить здесь не 2 недели, а там месяц и больше? Я могу сказать от. От 50 тысяч долларов, это самый минимум, который тебе нужен для того, чтобы просто переехать, что-то снять, потому что жилье на месяц ты не снимешь. То есть нужен длительный контракт. Почему не снимешь жилье на месяц? Потому что если у тебя нет ID, а для того, чтобы у тебя был ID, ты должен быть либо сотрудником, либо генеральным менеджером и собственником бизнеса. Пока у тебя нет ID, ты не можешь снять по законам Дубаи, по законам Объединенных Арабских Эмиратов длительный срок. И мало кто сдает на короткий срок, это стоит прям в десятки раз больше. Мы едем в пустыню за рулем Аскер, это муж Инны. Смотрите, он выглядит как местный житель. Наверняка его все принимают за своему. А ты выглядишь, как его вторая жена. Если б я был султан и имел трех жен. Уж двух достаточно. Аскер, расскажи, а вот как здесь вообще с тачками, с правами? Ну если деньги есть, все очень просто вообще. Ну как? Международные права, паспорт, денежка и вперед. А сколько денег надо заплатить? Ну все же от автомобиля зависит. Здесь достаточно дорогая оплата аренды, конечно. Вам сказать, сколько эта машина стоит? Эта машина стоит, это не с рынка, мне повезло просто, 15 тысяч дирхам. Так, 15 тысяч дирхам, это сколько рублей? Ну это почти 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей в месяц. Да, и это прям низкая цена. А то в среднем она где-то около 18-20 тысяч стоит. А купить тачку сколько здесь стоит? Ну такую, в среднем. Купить в итоге, да, это намного выгоднее получается. Кстати, вот этот автомобиль, он получается стоит здесь где-то 6-6,5 миллионов. У нас там это X2, это иногда X2,5. Здесь машины купить в два раза дешевле, чем в России. Ого, а я знаю, что ты вообще на суперроскошных тачках ездила. В России у тебя Бенкли был, Гелендваген был. А здесь хочется такую же купить и гонять здесь или в аренду взять? Потому что здесь вот вы достаточно, так у вас приятная, скромная достаточно машина. Ты знаешь, если говорить обо мне, я уже прошла машины, одежды, и вот это все я уже наелась. И вот эта машина, мы ее взяли в аренду только потому, что она ездит по пескам. То есть ты можешь заехать в пустыню и выехать. До этого у нас был иммунитный момент для того, чтобы возить детей. То есть уже к 40 ты начинаешь уже понимать, что... А хоть все время рассказывать, сколько нам лес? А дед, 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 что? Зачем всем это? Мы очень молодые люди. Нам на твоих 80, мы можем отвечать 80-летним. Аскер, а ты покатался здесь вот на люксовых тачках? Не знаю, на Ламборгини, на этом самом, Феррари, на Роллс-Ройсе? Я товарищ такой, очень спокойно к этому всему отношусь. Но как-то вот я просто понимаю, что скоро я возьму и покатаюсь. Давайте я правду расскажу. Вот все блогеры снимаются, Ламборджини или Ламборгини. Феррари, как круто. Год назад, кстати, когда я здесь была и был здесь елею, по невероятному совпадению. Я думаю, надо же снять вот эту фотографию, сторис где-то возле спортивной тачки. Я на ней проехалась, ребят, полный говно. Ну реально, абсолютно некомфортная машина. Я думаю, зачем ее покупать за такие деньги? Но это можно, если она у тебя там третья, пятнадцатая и так далее. То есть она не основная. Я соскучилась по русской еде, по колбасе докторской. Вот мы сейчас в отеле нашла колбасу, и мы ее едим. Как стать на вкус? Вообще, русская колбаса круче в тысячу раз. Особенно докторская, молочная. Ой, я прилечу, я, кажется, съем целый этот палуб. Там просто мяса нет, а в этой есть непривычно есть эту колбасу, где есть мясо. Она, мне кажется, вообще сделана, не знаю, из пальмы. Потому что какой-то вкус бумажный. Потому что есть здесь мясо, а я вот не привыкла к мясу без добавок. А это что, мясо? Да. Вот это такая была раньше колбаса. Она еще очень сильно в специях вся. Да. В арабском. Я знала, что я в песке отсюда выйду. Давай так и ножками еще делаем, и ногами делаем. Да, делаю. Инна, смотри, здесь вот песок, как время, которое течет сквозь пальцы. Как деньги. А как у тебя время здесь течет? Хорошо. Медленно. Медленно? Медленно, плавно. Как и в России, ты же знаешь, я вот хоть если жила в Москве, я жила в пригороде, так же, как сейчас живу в пригороде Дубай. Где бы я ни была, моя родина Россия. И мы очень любим ее. Несмотря на то, что мы лежим в барханах песка, в Аравийской пустыне. А какая это пустыня? Сахара? Ты знаешь, Ален, вот я считала, что у человека, его дом это планета Земля. Очень классно, классно так отвечать, когда ты куда-нибудь смылся из России, говоришь. Да мой дом это планета, ребята, я люблю очень. Ален, если бы тебе не было контракта, мне кажется, ты тоже бы уже в Дубае бы сидела, честное слово. Скажи, а ты тоскуешь по Москве, по России? Я тоскую по своей родине, по своей деревне, по своим друзьям, по тем местам, в которых я много лет провела. Но опять-таки, это как такой естественный процесс. Нужно всегда двигаться вперед. Я думаю, что каждый человек, который родился в нашей стране, любит ее, где бы он ни находился. Я могу сказать, что мы точно патриоты своей страны. У меня муж тоскует капец, каждый день ходит с грустными глазами. Ну, а когда у тебя четверо детей, 246 сотрудников, скучать не приходится. Сейчас все думают о выживании, выживании проектов, сохранении рабочих мест. Поэтому пока скучать не приходится. А теперь главный вопрос. Если мы поднимемся, мы будем все в песке? Главный вопрос не этот, Ален. Главный вопрос другой. Какой? Когда наступит такое спокойное солнышко над нашей головой? У меня аж слеза выкатилась из правого глаза. Вот когда это нахрен случится? Мы все этого очень ждем. Мне сказали уже несколько человек, с которыми я разговаривала, что Дубай только кажется крутым мегаполисом, где все там живут, кайфуют. На самом деле это город одиноких сердец, где все заняты бизнесом, все бегают с утра до вечера, и все одиноки. Да это вообще бред. Тебе это не актуальный вопрос? У Инны четверо мужей, говорю. Господи, детей четверо мужей, и у Инны четверо мужей. Мне всегда говорят, что для Ашина у нее четверо мужей. Да. Для тебя это не актуальный вопрос. Мне кажется, себя переедет и я не сумру оттаскиваю. Очень актуально. Очень актуально. Объясню почему. Потому что что такое, когда нет отношений, вот мегаполис, ты говоришь, так круто, так здесь невероятно. Ты можешь жить в Москве на 3 копейки, 2 рубля, а быть абсолютно счастливым. А можешь жить в апартаментах и быть абсолютно одиноким и несчастным. Вот я считаю, что наша страна всегда славилась тем, что у нас культ семьи, основная ценность. Когда ты выйдешь замуж? Ну я могу прямо здесь, в этой пустыне выйти замуж. Не знаю только за кого. Здесь из мужей только аммия с Киарой. Если ты примешь мусульман, своя готова, чтобы ты вторая жизнь. И у нас будет гореть. Да, уже будет. Давай загадывать желание. Давай. За что надо подержаться, скажи, чтобы загадывать? За песок. Давай загадаем желание, чтобы люди во всем мире были дружелюбными, добрыми. И чтобы мы все, сейчас скажу, объединялись, вырежете, намонтируете хрень какую-нибудь. А я хочу... Чтобы мы все чувствовали, что мы едины во всем мире. А я хочу еще одно желание загадать, чтобы мне кусочек такой пустынь, чтобы я его в аренду сдавала таким людям, которые сюда приезжают. Мне кажется, здесь очень дорого стоит аренда. И здесь можно очень куда-то зарабатывать. Ой, опять ты прибедняешься, опять прибедняешься, знаешь, что, ой, тебе здесь дорого. Как будто ты живешь, у Алены квартира в центре города. В одной она живет, в другой она делает ремонт. И поэтому не надо вот эти твои высказывания, мне кажется, здесь очень дорого. А там у нас дешево. Вот давайте не будем. У нас, понимаешь, культ того, что деньги – это плохо. А деньги, на самом деле, это очень хорошо, если ты их зарабатываешь честным путем, с открытым сердцем. Поэтому давайте пожелаем всем, чтобы каждый в любом мире жизни... У тебя есть денежная мантра, я знаю. Да. Давай. Берешь так вот песок и говоришь, блин, 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 горячий, а денег у меня больше. Я смотрю, Алену, блин, и денег у меня все больше и больше. Нет такой мантры, есть установки, есть программы подсознания, их надо прорабатывать. И многое работает. Сегодня в час икс, и сегодня Филипп Киркоров дает свой концерт в рамках фестиваля «Парус любви». «Рабовь Успенская» и еще какая-то певица забыла, как зовут. Сегодня будет очень круто, весело, классно. Надеюсь, все сегодня будут зажигать. Я, главная зажигальщица. Даже в зеркале «Разбитом» Я пою песни мои, не забудете. Если вы любите, 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 то его не вода, все, что хочешь, убери. Сегодня здесь представитель всех профессий. Еще раз видена звезда. Звезда журналистики. Самая цитирует журналистка года. Она на ближайшие колорады сюда. Ах, нет настроения синий. На пирогу так не синий. Под песню синий. Она так чистует недолаги. На просто шаг. Говорят мне порой друзья, Что в рубашке родился я. И поэтому так легко популярным артистом стал я. Сегодня финал фестиваля «Парус» в Дубае. Сегодня я пел Филипп Киркоров, Люба Успенская. Было потрясающее закрытие. И мы вот сейчас без сил уже. Все, я выхожу, я не могу уже больше. Но мне так хочется сюда вернуться. И с вами был эксклюзивный репортаж для моего YouTube канала «Супер Алена Блин». Алена Блин говорит. Посмотрите, вот эти замечательные сотрудники, Которые нас тут обслуживали все 4 дня. Бедные, тоже в санаторий поют, как и я. Вот в такой красивейшей локации Я завершаю свое путешествие в Арабские Эмираты, Солнечный Дубай, Где я искала русских, русскоязычных людей. Обнаружила здесь весь российский шоу-бизнес. Встретила кучу друзей. Записала массу интервью. И что я здесь только не делала. И выходила на сцену с Филиппом Киркоровым. И вот попала в пустыню. Посмотрите, в какую прекрасную. С моей подругой Инной Тлеошиновой. И еще неизвестно, что со мной случится. Главное, не опоздать на самолет. А вы посмотрите еще раз, Какая здесь красота. Как здесь классно. Послушайте, ну, и пишите в комментариях, Готовы ли вы переехать сюда? Или хотя бы съездить в путешествие в Арабские Эмираты? Мне здесь безумно понравилось. Здесь было куча всего интересного. Масса потрясающих впечатлений. Но одно я знаю точно. На Россию я никогда не променяю Ни одну самую сказочную солнечную страну. И всегда хочется домой. И я уже считаю минуты и часы До своего возвращения в Москву. А я пошла до самолета добираться. Вот так вот я пишу. Еще только чемодана не хватается. Вот представьте, что со мной чемодан. Города пустынями замело. О, вы же, занята, эту ночь.